Всем большой привет! Решила заснять пустые баночки, которые накопились за январь месяц. Не хочу копить большое количество. Начну со средства. Это у нас бальзам от марки Гималайи. Помню, этот бальзам приобретался в подружке в корзине по распродаже. В целом осталось довольно. Он супер питательный. И я уже второй год как отращиваю свои натуральные волосы. Да, у меня есть седина, но тем не менее, так как окрашенные волосы отросли, я понимаю, что мне по мере отрастания все меньше и меньше требуются более питательные средства. А привычка осталась приобретать супер что-то питательное. И да, он подойдет, мне кажется, для окрашенных волос, для поврежденных волос. В целом очень хорошее питание действительно получала от данного бальзама. Закончилась вот такая интересная зубная паста. Приобреталась она в фамилии. Сейчас в фамилии большой выбор всяких разных зубных паст. Конкретно это производство Китая. Она идет с экстрактом женьшеня и с морской солью. Она, кстати, на вкус совершенно не соленая. Очень приятный такой, не сильно выраженный, ментоловый вкус. Но при этом паста очень хорошо очищала зубы. Она мне в целом понравилась. Из более привычного, стандартного Рексона, антипреспирант, свежесть душа. Это я скорее фиксирую в течение года данные средства, чтобы к концу года мы видели, что действительно идет расход каких-то средств. Потому что к концу года у меня появилась рубрика «Сколько всего закончилось за год». Крем для рук от марки Esfolio. Мне этот крем передала подруга, так как она знает, что я снимаю рубрику на канале «Пустые баночки». И здесь был остаток крема. Я им воспользовалась, даже разрезала баночку. Он мне действительно очень понравился. Он идет с муцином улитки. И вы знаете, он не просто увлажняет, он еще и очень хорошо питает. Из хозяйственных средств обычно не показываю, но мыло для кухни от марки Faberlic. Если честно, мне не очень понравился аромат. Он не ярко выражен. И я думала, что будет ярче пахнуть именно земляничкой. Но в целом средство неплохое. Закончила, я бы не сказала, что повторила. Вот это мыло приехало ко мне из Израиля. Подарила мне его Лера, канал Лера Форева. Прекрасное мыло с натуральным составом. Я люблю такие средства использовать в том числе и для душа. Марка, кстати, Beauty Care. С минералами Мертвого моря и оливковым маслом. Оно очень нейтральный, кстати, был аромат. Но в целом я люблю такие средства. Покажу, что же у меня закончилось из ухода. Вот такое вот средство для умывания. Это кремовая очищалка. Но при этом я ее использовала именно как последний этап в моем очищении. Очень-очень нежное средство. У меня было ощущение, что пахнет немного чем-то молочным. Не стягивает кожу. Абсолютно комфортные ощущения. После использования оставались на коже. Закончила достаточно большое количество сыворотки. Для лица у меня действительно в какой-то момент стало уходить меньше, чем самих сывороток. Что показали итоги прошлого года. Возможно, я где-то просто забыла указать какое-то количество кремов, которые у меня закончилось. А возможно, вот я склоняюсь к тому, что если я использую сыворотки, то крема необходимо меньше в количестве. Ну, лично для моей кожи. Косметологи тоже рекомендуют именно ориентироваться на свои ощущения. Не стоит наносить средство больше, чем требует ваша кожа. Перепитать это тоже не есть хорошо. Так, две сыворотки. Здесь у нас получается с ретинолом. И в то же время это восстанавливающая сыворотка. Сейчас покажу вам поближе. Успокаивающая сыворотка с ретинолом. Также в состав входит цинтелла азиатская. Помимо этой сыворотки, она мне, кстати, очень понравилась. Обе сыворотки и не с фри. Также идет вторая сыворотка восстанавливающая. И она уже идет с экстрактом, я так понимаю, черного чая. Но мне, кстати, понравилось. Описание, способ применения. Возьмите 3-5 капель. Не знаю, я по каплям нанесения не измеряла. Я просто наносила себе на ладошку такое количество сыворотки, которое для меня казалось самым оптимальным. Тем более, тут не капельный метод. Кстати, прикольные вот эти вот сошетки. Они идут вот с такой крышечкой. Забавная упаковка, но очень удобная. В целом оказалась в использовании. Еще одна сыворотка, она попадалась мне в коробочке красоты. Мне не знаком этот бренд, но мне показалось, что данная сыворотка действительно идет с каким-то более усиленным действием, потому что в какой-то момент, мне кажется, после первого нанесения кожа успела даже покраснеть. А я собиралась на мероприятие и переживала, что, представляете, даже под BB-кремом было видно, что пошла какая-то реакция. Ну, нормально, буквально 20 минут, и кожа успокоилась. А при дальнейшем использовании такой реакции не замечала. Интересно, конечно. И сыворотка от Уриаж, тоже такой вот пробничек. Его немного, 1 мл. Но, вы знаете, там интересная такая текстура. Было ощущение, что есть масла в составе, но неактивные. То есть, вроде бы как ты наносишь гелеобразную текстуру, но эта гелеобразная текстура, она не совсем как, знаете, вот гиалурон, например, он идет совсем легкий по ощущениям. А здесь было присутствие каких-то питательных веществ. Мне показалось, что там есть масла в составе. Тонер от Селимакс закончился для сухой чувствительной кожи. Здесь объем 10 мл. В целом осталось довольно даже 20 мл. Да, 20 мл. Такая вот небольшая миниатюра в тревел-формате. Удобно брать куда-то, если в гости собираетесь. Вот, собственно, я таким образом и пыталась закончить. Так, по уходу это все. Покажу еще одну соль для ванны, которой я успела воспользоваться. Вот как раз-таки вот эту марку я очень нахваливаю. Мне нравится, что у них есть приятные ароматизаторы в составе. К сожалению, я так понимаю, все в подружке была распродажа вот этой марки, потому что сроки подходили к концу. 60 грамм соли и ароматизаторы. Да, сделаны в Германии. Очень-очень мне понравилось качество этих сошеток. Одной сошетки вполне достаточно, чтобы принять в ванну. Моя коллега умудрялась эти сошетки разбавлять на несколько раз. Я лично люблю, когда аромат насыщенный в ванной комнате, поэтому полностью использовала одну сошетку за один прием. Все-таки забыла я, как обычно, показать еще одно уходовое средство. Это крем от Лимани. Он идет с антиэйдж эффектом. Он тоже был в коробочке красоты. Как раз коробочка была посвященная уходу антиэйдж. Мне очень понравились в целом средства от Лимани. Достойные кремушки. Поэтому, если вдруг у меня закончится все, что у меня было, в целом я бы повторила. Скажу немного декоративных средств, которые у меня закончились. Это, конечно, не пустышки 2024 года. Этот карандаш находился в Project Pen прошлого года. У него оставалось еще небольшое количество. Я решила добить его уже в этом году. Плешивил. Но, тем не менее, красивый вот такой синий кобальтовый оттенок. Он, кстати, назывался Electric Blue от Гош. Но качество было ужасным. Я в течение всего года на него жаловалась. И, тем не менее, закончила. Закончился BB крем. Этот BB у меня тоже так плавно перетек из 23 в 24. Это самый светлый оттенок. Очень бледно, конечно, написано. Название Ivory. Еще два таких средства у меня находятся в Project Pen 24 года. Он супер-супер светлый. Я им даже, если честно, какое-то время разбавляла тот, который находится сейчас у меня в проекте. Потому что уж слишком он уж белесый. Очень нравится мне эта серия BB кремов от Arborian. И вот этот карандаш для бровей от KVD. Я его тоже записывала в пустышке 23. Вы не поверите. Мне кажется, ну, не знаю, две недели я им точно еще пользовалась в 24. Оказался довольно-таки экономичным. Но, конечно, так как я его уже списала в прошлом году, он не будет засчитываться как пустышка текущего года. Обязательно промою кисточку и оставлю себе на память, потому что мне очень нравится упаковка. Будет у меня такая щеточка для бровей. По декоративным средствам все. Закончилось еще несколько ароматов. Вот этот аромат от Faberlic белый чай. Он у меня находился на работе. Получала большое количество комплиментов от коллег. Единственный минус этого аромата, это его стойкость. Она минимальная, буквально, не знаю, минут 20 он улетучивается. Но при этом для поднятия настроения, почему бы и нет, периодически пользовались совместно с коллегами на работе. Он очень легкий, очень похож на Dolce & Gabbana Light Blue. Но, конечно же, это менее стойкий собрат этого аромата. Закончился, возможно, знаете, как такой спрей для тела, почему бы и нет. Вот выйти после душа, такой легкий аромат. У меня, кстати, остался еще из этой же серии бергамот. Тоже унесла на работу. Думаю, что в этом году закончу второй флакончик. С этим ароматом вы уже знакомы. Я его показывала вам. Пробничек от L'Artisan Parfumer. Ода Сенсуэль. Это специевый аромат. Я о нем рассказывала. Это огромное количество специй, которые утопили просто в сладком апельсиновом соке. Вот такие у меня ассоциации. Кто-то в описании указывает, что им напоминает восточный базар этот аромат в летнюю жару. Аромат можно использовать как летом, так и зимой. Вполне себе он красиво раскрывается. Миниатюрка Tatar Collection Hayati. У всех у нас разные ассоциации. Мне лично грезятся, мерещатся как раз-таки, знаете, персики в каком-то таком слащущем сиропе. Ну, помимо там основной пирамиды, какие-то цветочки, да, вот почему-то мне кажется, что здесь больше персики ощущаются. Пару ароматов закончилось. Из вот этого набора от Killian, от Rendezvous. Я вам так и не снимала обзор, потому что я решила, что хочу насладиться ароматами по очереди, чтобы проникнуться этими ароматиками. Первый аромат здесь у нас Angels Share. Я его, кстати, по очереди использовала или Angels от Killian, либо он Dessensual от Artisan. Почему? Он тоже, кстати, идет специевый, и он идет более такой алкогольный. Не имеется в виду, что после нанесения вы ощущаете какой-то спирт, нет, ощущение, что вы вдыхаете такой какой-то праздничный алкогольный напиток, что-то типа бренди. Кто-то, опять же, ощущает здесь яблочное нечто. То есть я не могу сказать, что это точно какие-то яблоки, но я понимаю, что здесь есть какая-то фруктовая нота. Я не могу для себя определить, какая именно это очень вкусный алкоголь, в котором есть какие-то такие свежие, немного сладковатые фрукты. Что касается второго аромата, который у меня закончился, Killian Rolling in Love, вот здесь я ощущаю миндаль и цветы. Очень вкусно. Миндальное молочко даже я бы так вот выразила. Сейчас у меня в коллекции есть аромат, который очень-очень на него похож, но он стоит гораздо дешевле. Вставлю картиночку. Это такой, знаете, бюджетный аналог, можно сказать. Потому что вот этот аромат, он стоит около 25 тысяч, если я не ошибаюсь. Возможно, сейчас еще дороже. Так что постепенно, пока буду заканчивать какие-то вот эти ароматы из набора, буду рассказывать вам о своих впечатлениях. Это все пустые баночки января. Хочу также показать в этом эпизоде, что я успела прикупить до конца января, но этот заказ до меня шел, поэтому я не могла показать вам в последнем своем предыдущем ролике. А нам ведь необходимо зафиксировать все приобретения, потому что, если помните, я объявила два месяца минимализма. Убрала все лишнее из кадра. Примерно в середине января на почту мне поступило предложение от Arno Cosmetics. Этот бренд основала девушка, которая долгое время занималась косметологией. Сейчас она немножечко поменяла направление, но тем не менее у нее остался салон красоты в Санкт-Петербурге. И у нее есть вот такая вот, можно сказать, профессиональная линейка для домашнего использования. Она абсолютно бюджетная. А тут еще и такая скидка. Акция заключалась в том, что вы приобретаете некоторые позиции в одном количестве. Второй экземпляр доставался вам в подарок. Я, конечно же, не смогла устоять, поэтому сделала такой не очень большой заказ. То есть все, что я сейчас покажу вам, пришло мне в двойном объеме. Вот такой вот клубничный мохито-скраб. Ароматы чудеснейшие. Кстати, что касается сроков, со сроками все абсолютно прекрасно. Я думаю, что, допустим, один экземпляр я оставлю себе. Что-то, скорее всего, уйдет на подарки. Еще один скраб, который называется «Кокосовое мороженое». Все в объеме тоже приличном, по 400 грамм. Можно обратить внимание. Это средство, скорее всего, мне понадобится буквально в ближайшем будущем. Это крем для тела с маслом ши и мочевиной. 250 грамм. Ну, вы знаете, это все очень тяжелое сырье. Явно будет питательным, я так понимаю. Помимо этого, я взяла себе вот такой вот гидролат ромашки. И второй гидролат, он идет уже с экстрактом василька. Такие приятные упаковки. Покажу вам накладную. Вот перечисленные средства. Также, видите, от руки в накладной исправлено, что все по два экземпляра. Здесь вот упоминается тоже акция 1 плюс 1. То есть, всего за все вот эти абсолютно средства я заплатила 1970 рублей. Конечно же, я не могла пройти мимо такой шикарной акции. Особенно скрабы и баттеры для тела за такую стоимость. Это просто подарок. Учитывая, что Валерия, основательница бренда, очень тщательно следит за составами. Поэтому я уверена, что средство мне понравится. Помимо этих средств, я также приобрела пару гаджетов. Вот такую вот интересную массажную щеточку. У меня уже был приобретен когда-то такой гаджет. Но он в одном экземпляре. И я решила, что мне в ванной комнате проще иметь сразу два экземпляра. Вот так вот насаживается. Здесь есть более грубая сторона. Здесь она более деликатная. Просто если я делаю себе какой-нибудь антицеллюлитный массаж, то получается надо сначала одну ногу промассировать, допустим, бедра, потом вторую. В общем, я решила, что мне проще взять сразу две массажные щетки, чтобы надеть их на обе руки и проделать вот эти вот оздоровительные манипуляции. Помимо этого, я поддалась тут ажиотажу всеобщему и решила тоже приобрести вот такую вот массажную щетку для головы. Я ее уже активно пользуюсь. Можно сказать, что вот опять же с середины января я уже активно использую ее при мытье головы. Они такие, знаете, мягкие вот эти вот получается зубья. Сейчас я попытаюсь как бы так вам показать. То есть они достаточно мягкие для того, чтобы не травмировать кожу головы, но в то же время достаточно жесткие для того, чтобы промассировать ее. Поэтому я очень довольна этой покупкой, тем более она стоила буквально там 100 с копейками рублей. Массажная щетка, кстати, тоже недорогая. Если нужны ссылки на Валберес, могу поискать и приложить в закрепленном комментарии. И еще последнее приобретение, которое я сделала до момента, пока объявила себе два месяца минимализма. Это вот такой аромат от Giorgio Armani. Версия Light. Это travel версия. Сейчас эти ароматы вовсе пропали с российского рынка. То, что представлено в парфюмерных магазинах, стоит очень дорого. Я хотела себе какой-нибудь небольшой, либо отливант, либо остаток во флаконе. И вот на авито нашла девушка, делилась, точнее продавала. Вот такой вот travel версию. Это цветочный аромат. Он прекрасно подойдет на весну. Такое, знаете, солнечное, весеннее. И просто цветочный красивый аромат. Я помню, что мне казалось, что цветочный аромат это не мое. Но при этом, когда я получила маленький пробник в свое время и просто с удовольствием воспользовалась, иногда цветочные ароматы меня подушивают. Но с этим ароматом случилась любовь. Конечно, большого объема мне пока, по ощущениям, он мне не нужен. Но вот в таком формате с удовольствием просто с приходом весны буду пользоваться. Итак, напомню, что буквально в прошлом видео объявила об этом, что у меня объявлены пару месяцев минимализма. Это не значит, что я не буду совершенно ничего приобретать. Просто я постараюсь минимизировать приобретение, что касается ухода. Потому что сейчас тоже я достаточно так упакована. И помимо этого постараюсь не приобретать косметические средства. Потому что, опять же, в целом обеспечено всем. Если, конечно, меня что-то сильно соблазнит, я позволю себе соблазниться, чтобы не устраивать себе совсем какую-то жесткую диету. Но при этом постараюсь, конечно, контролировать эти покупки. Пожалуй, на этом все. Постараюсь вставить какие-нибудь интересные эпизоды по традиции. Делитесь своим мнением по поводу средств, которые я показала в пустых баночках. Возможно, вы знакомы со средствами ОРНО. Тоже будет интересно послушать ваше мнение. Любите ли вы использовать вообще какие-то косметические гаджеты? Спасибо за внимание. На этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч! Рисела попробовать сделать макияж с новой палеткой от Vivienne Sabo. Конечно, совсем не зимний макияж получился, но все равно, мне кажется, что-то такое интересное. На губах помада из Project Pen от KVD. Без дополнительного освещения, наверное, не особо будут видны сияшки. Но поверьте, это очень-очень симпатично смотрится. Здесь у меня подложка кремовая база от Maybelline. Она такая достаточно темная, мне подарила коллега. И поверх я нанесла как раз блестяшки от Essence и от новой палетки Vivienne Sabo. Этот макияж я делаю на постоянной основе весь январь, буквально исключительно, мне кажется, примерно вот в такой комбинации. Здесь у меня просто все средства из Project Pen. На глазах карандаш зеленый, люменный, на губах помада KVD. А вот блестяшки от RAD на глазах я использую уже по настроению не так часто. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...